Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск, а об этом во время сегодняшнего совещания по вопросам безопасности заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое решение было принято якобы по итогу неформированного саммита СНГ. Причина создания военной группировки, цитирую, обострение на западных границах союзного государства. Основу совместной группировки, по словам Лукашенко, составят вооруженные силы Республики Беларусь. Лукашенко заявил, что ее формирование уже началось. По сведениям Украинского оперативного командования «Север», наступательных действий со стороны Беларуси и России на данное время не зафиксировано. Павел Латушко, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, прямо сейчас с нами на связи. Здравствуйте. 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 Ну вот Лукашенко открыто заявил о формировании белорусско-российской группировки войск и ее основу, по его словам, составят как раз белорусские войска. Как расценивать эту угрозу? Где и когда эту группировку могут задействовать? Ну, мы говорили с вами, наверное, уже две недели тому назад, что наши инсайды сообщали, что по итогам встречи в Сочи, Лукашенко и Путин договорились разместить вооруженные силы Российской Федерации на территории Беларуси. И сегодня Лукашенко повторил это, говоря о том, что тысячи российских солдат будут направлены в Беларусь. Да, он говорит, что это небольшая группа, но при этом говорит тысячи. Я хотел бы здесь обратить внимание, что все это время шла информационно-пропагандистская подготовка к этому решению. И буквально несколько часов назад, буквально час назад, министр обороны Лукашенко, Хренин, также сделал соответствующее заявление о том, что якобы существуют угрозы, как со стороны Украины, Польши, Литвы и Латвии. Как раз-таки вот это и является основной легендой, легендированием того решения, которое сегодня озвучил Лукашенко. Они ссылаются на союзный договор 1999 года о создании так называемого союзного государства, в рамках которого предусмотрено совместное руководство единой военной группировкой, совместной группировкой вооруженных сил Беларуси и России. В рамках военной доктрины союзного государства 2021 года там прописано очень четко, каким образом создается эта военная группировка. Как раз-таки она предполагает совместное присутствие в этой группировке, использование как вооруженных сил России, так и вооруженных сил Беларуси. Это легендирование для того, чтобы на протяжении ближайших месяцев направить достаточно большой военный контингент российских вооруженных сил на территорию Беларуси. Цель создания угрозы Украине нападения со стороны севера, чтобы как можно больше и далее блокировать вооруженные силы Украины на северном направлении, оттягивая основное внимание от основного участка, это на линии фронта на Донбассе. А с другой стороны, потенциально создать угрозу возможного вхождения вооруженных сил на территорию Украины. Да, речь не идет сегодня о вхождении белорусских вооруженных сил, но я могу предположить, исходя из тех инсайдов, которые мы получаем, что если в течение зимы будет сформирована эта ударная группа, которая может даже насчитывать 100-120 тысяч человек, то такой сценарий исключать нельзя. Вопрос, что делать сейчас и как этому противостоять. Павел, вот вопрос, а кто будет командовать-то этой группировкой? Вот то, что происходит, не показывает ли, что Лукашенко утрачивает этим контроль за своими же войсками? Ну, мы с вами говорили неоднократно, что Лукашенко фактически марионетка в руках Путина. Он действительно не управляет в должной мере так, как принято, когда главнокомандующий управляет вооруженными силами своей страны. Он фактически находится статистом, когда российские бомбардировщики заходят в военное воздушное пространство Беларуси и наносят ракетные удары по Украине. Он является статистом, когда российские дроны-шахиды стартуют с территории Беларуси и наносят удары по украинским городам. Он статист, но опять же мы должны понимать, что вот эта формула статист, это не означает его отсутствие ответственности. Он несет полную ответственность, как и российское руководство, за ту войну, которая была развязана 24 февраля против Украины. Он соучастник в этой агрессии. И здесь нужно выставить им очень жесткий ультиматум. Или он еще имеет возможность спасти свою шкуру от уголовного преследования и сделать соответствующие действия по защите суверенитета и независимости страны. Или он предстанет перед международным трибуналом как военный преступник. Вот этого заявления мы не дождались со стороны европейских дипломатов, американцев, о чем я говорил с ними на протяжении последних двух недель, предупреждая, что именно это произойдет. Сегодня пресс-секретарь внешней службы Еврокомиссии сделал заявление о возможных последствиях для Лукашенко. Но это все-таки запаздывающее заявление. Ну вот последствия. Вы сказали, он дает свою территорию для нападения на Украину, для запуска ракет, для войск. Но вот именно передача командования над частью вооруженных сил, над частью этой группировки, ведь он пока еще верховный главнокомандующий. Это его как-то спасает. А вот в этой же стране. Передача командования России. Это, наверное, все. Больше за ним ничего ведь не будет. Ну, фактически, стратегическое планирование и так осуществляет Генштаб вооруженных сил Российской Федерации. Мы помним с вами публикацию Washington Post, когда со ссылкой на информацию, которую они получили в распоряжении, тот же Хренин, министр обороны Лукашенко, который сегодня делает просто космические заявления, говоря о том, что кто-то угрожает Беларуси, он обещал Резникову, министру обороны Украины, что не будет нападения с территории Беларуси. Через два дня после начала агрессии он позвонил Резникову по поручению Шойгу и требовал капитулировать. Поэтому, конечно, это все марионетки. Так же, как секретарь Совбезов, он окружен российскими генералами, российским влиянием. Лукашенко находится под полным контролем России. Поэтому говорить о том, что, например, он будет отдавать приказы или кто-то через его голову, уже не имеет значения. Он будет делать все то, что необходимо Кремлю. И мы об этом говорили. И вот как раз отсутствие должного внимания Лукашенко привело к такой, в том числе, ситуации, что фактически Беларусь в очередной раз становится плацдармом для российских вооруженных сил, для создания угрозы, ну и вообще агрессии в отношении Украины. Ведь дроны-то летят, ведь самолеты залетают, и дальше будет больше. Дальше будет ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь. То есть Лукашенко будет этого добиваться, и я убежден, что они с Путиным об этом договорились. Для того, чтобы получить зонтик безопасности для своей призрачной уже власти, пусть так, но для того, чтобы отрезать Беларусь от европейского пространства. И это будет очередная угроза как для наших друзей в Украине, так и для Запада. Запад в очередной раз показывает свою вялость, непонимание развития ситуации стратегической и не реагирует тогда, когда надо реагировать. А постфактум, ну что ж, уже после драки кулаками разве машут, вот мы и получаем очередные проблемы. Скажите, вот вчера власти Беларуси вызывали украинского посла, обвинили Украину в подготовке удара по территории Беларуси. И сегодня на совещании Лукашенко вновь повторил это заявление. Что это за провокация? На какую реакцию рассчитывают белорусские власти? Это внутреннего потребления информационно-пропагандистская кампания, которая, не скажу, что не безуспешна, но все-таки еще, как говорится, большинство белорусов не поддерживает эту риторику, но она ведется на внутреннего зрителя в Беларуси. То есть показывает таким образом, что якобы Украина планирует агрессию в отношении Беларуси. Что эту же агрессию планирует Польша и Литва? В целом блок НАТО – это постоянная риторика, которая не исходит из уст Лукашенко. Он продает этот нарратив внутрь. Конечно, у нас с вами это вызывает просто отторжение, отвращение. Ну как же можно опускаться для такой лжи? Это также понимают и на Западе. Но внутри Беларуси есть определенная часть населения, которая готова, глядя на пропагандистские телеканалы, это потреблять. Слава богу, что еще большинство это не поддерживает. Но это идет просто зомбирование, информационная атака на головы, на ума белорусов для того, чтобы изменить их отношение к Украине, изменить их отношение к войне. В последующем эта риторика, я абсолютно не сомневаюсь, закладывается сценарий финского варианта, провокации, для того, чтобы получить повод для, опять же, вторжения. Я не говорю, что это произойдет завтра и даже не послезавтра. Но то, что это может произойти в течение нескольких месяцев, когда произойдет накапливание соответствующей группировки, это сценарий абсолютно реальный. Вот Лукашенко сегодня, кроме прочего, дал поручение КГБ провести мероприятие антитеррористического характера. Что это может быть? Это какие-то аресты могут быть и внутри страны, как вы думаете? Ну, я думаю, что они мастера, в кавычках, по придумыванию разных историй. Может быть, каких-то найдут схроны с оружием, которые сами заложили. Могут взрывчатку найти, которую сами же не подложили. Могут кого-то арестовать. Таких уже провокационных историй по линии КГБ было множество. И всегда они были фиаском, информационным. Потому что все равно что-то направлено не с точки зрения ликвидации реальных угроз, а с точки зрения того, чтобы показать, что вот мы на чеку, а враги, в данном случае все соседи, планируют на нас напасть. А мы, значит, защищаем. Поэтому это будет, я думаю, я не обладаю информацией, но могу предположить, что такие истории могут появиться. А будет использовано это, опять же, для информационно-пропагандистской работы. А будет подаваться, что диверсицы пытаются зайти. Как Лукашенко говорил, что они хотели повторить здесь какие-то теракты, якобы. Но только пускай попробуют. Им крымского моста, реакции на крымский мост покажется мало. Ну, видите, это все словесные такие нарративы, опять же, для внутреннего потребления. Никто на Западе это не верит. Я убежден, что и в Украине никто это не воспринимает как серьезное. Проблема в том, что реальные войска будут заходить. А вот это уже серьезно. Реальные дроны, а это уже которых привезли из России под видом санитарных самолетов. У нас есть такая информация, что они прибывали именно как санитарные борты. И это может наращиваться, это может усиливаться. А вот это уже действительно ядерное оружие. Это будет тоже серьезно. Вот сегодня уже два таких санитарных, конечно, в кавычках, самолета сбили уже над Киевской областью. Об этом сообщает спикер Воздушной силы Украины Юрий Игнат. Два шахида, которые как раз-таки были запущены с территории Беларуси. Да, к сожалению. Ну, я говорю про Ил, который прибывал, по нашим сведениям, в Гомель. Для того, чтобы доставить именно эти дроны, которые сегодня атакуют украинские города. Я думаю, что цель будет следующая. Будет использоваться территория Беларуси для нанесения именно вооруженными силами Российской Федерации различного рода ударов, ракетных ударов дронами по территории Украины. То есть все-таки это будут делать российские войска. Я думаю, Лукашенко удалось это выторговать. Но заметьте, что ведь криторика Кремля, что это все союзное государство. Опять же, все-таки, что это союзная группировка. Поэтому он уже по уши в том, куда он из этого не сможет. И поэтому его судьба предрешена. Он должен будет сидеть в международном трибунале. Просто нужно ему рассказать прямо эту историю на максимально высоком политическом уровне. Так, как это делают в отношении России. Ну, пора это сказать и в отношении Лукашенко. Нельзя этого бояться. Вот ракетные удары по территории Украины. Как эти атаки сейчас преподносят государственные СМИ Беларуси? Что они показывают? Показывают вот разрушенные дома, детские площадки, убитых людей, которые ехали просто на работу. Вы знаете, я сейчас, может быть, так не совсем нахожусь в контроле информационного поля Беларуси. Я сейчас нахожусь в Берлине. Завтра будет много встреч с немецкими политиками в том числе. Но я могу предположить, что, конечно же, ничего подобного мы, белорусы, проживающие в Беларуси, не смогут увидеть на экранах телевизоров. Все это подается в другой плоскости. Будет подано, что уничтожены военные объекты, военные инфраструктуры, что это скорее удар возмездия. По крайней мере, так пропагандисты придворные Лукашенко в различных телеграм-каналах это заводят. То есть здесь не стоит ожидать, что белорусская государственная пропаганда будет показывать правду. У них совсем иная цель. Они находятся также под российским контролем с 2020 года. И для них главная цель создать образ врага. Вселить это в белорусов. Поэтому мы здесь должны быть сильными. Мы должны быть сильными информационно. И спасибо, что вы даете тоже возможность доносить информацию через СМИ украинские. Потому что белорусы смотрят. И это для нас тоже вызов для демократических сил продолжать активно информационно влиять на головы белорусов. Ну и готовиться к действиям реальным. Когда нам придется ликвидировать, не придется. А других вариантов нет ликвидировать этот режим Беларуси. Есть информация, что в ближайшее время в Россию из Беларуси отправят еще 13 эшелонов с боеприпасами. Такую информацию озвучили в украинском генштабе. Россия сейчас активно ищет дополнительные ресурсы для ведения войны. Одним из таких ресурсов как раз, судя по всему, являются склады арсенала Беларуси. Ну, вы знаете, это в определенной степени противоречивая информация. Согласитесь, когда Лукашенко говорит, что тысячи российских солдат приедут на территорию Беларуси, их нужно принять, обеспечить всем необходимым. Я понимаю, здесь же не только речь идет о питании или медицинском обслуживании, а в том числе и соответствующем вооружении. А с другой стороны, он направляет вооружение в Российскую Федерацию. Я думаю, что здесь еще необходимо подождать, и мы поймем картину более четко, в каком же все-таки направлении все это будет двигаться. Да, мы видели вчерашнее видео из Орши, когда отправлена была техника. По нашим сведениям, эта техника проходила ремонтные работы после повреждения нанесенных ВСУ в ходе незаконных действий России на территории Украины. То, что удалось вывезти российским войскам. Посмотрим, приобретет ли это более масштабный характер. По нашим же сведениям, все-таки вооружения, снаряды направляются где-то в направлении юга Беларуси, в Брестскую область. Но, опять же, это все необходимо будет, я думаю, перепроверять много раз. А в последующем, я думаю, что мы с вами увидим более масштабную картину. Спасибо вам огромное. Спасибо и за ваши комментарии, и за последнюю информацию. Я напомню, Павел Латушка, заместитель главы Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, был с нами на связи.